О! Чё вылетело с ней? Грета Тунберг где-то радуется. Да. Что вы здесь делаете? Кто придумал, что вы модный? Развращайте вкус людей. Вас вообще нельзя показывать. Мы и так вся страна матрёшки нарядные и мишки нарядные. Это, кстати, вообще большая редкость. Ой, как круто! У нас так было принято, что всегда осуждают. О, смотри этот... Мы очень часто чувствуем себя ненужными. В этом мире есть небезразличные люди. Тысячи людей вдохновляются его образами ежедневно. Его уникальный яркий стиль давно стал его секретным оружием. Он даёт рекомендации и раскрывает секреты привлекательности для женщин и мужчин. На его счету множество успешных проектов о фэшн-индустрии. Владелец сети салонов красоты контора, кофейни и арт-пространства Лиссабон, основатель собственной школы стиля, самый модный мужчина Москвы Владислав Лисовец. Влад, ты очень много раз становился ведущим различных проектов, связанных с фэшн-индустрией. Вот расскажи, что было самое сложное для тебя в работе ведущего? Ты знаешь, я так отвечу хитро. Мне всегда было странно, когда мероприятие называется фэшн, а ты должен объявлять на сцену людей, которые не то что не про моду. Я как ведущий обязан это сделать, но у меня сразу возникал вопрос типа из серии, что вы здесь делаете? Кто придумал, что вы модные? То есть вы же самый анти-модный бренд с ужасным просто вкусом. Вы развращаете вкус людей. Вас вообще нельзя показывать. А у меня типа в сценарии написано. То есть было, да, вот такой вот в душе борьба? Конечно. К сожалению, люди забывают самое важное, что любой человек, любой бренд, он воспитывает людей. И вот если об этом помнить, то ошибок будет меньше. А иногда вот такая вот жуткая безвкусица, и эти люди, как правило, дизайнеры этого бренда, как правило, умеют дружить, потому что что им еще делать? И они там как-то залезут вот туда, и ты должен объявить и типа еще и сказать вначале один из самых модных брендов в России. Сглатываешь. Ну ладно. И говоришь, ну потому что ты работаешь, и вот это, наверное, для меня всегда было самым сложным. Очень тяжело было всегда мне сниматься в торговых центрах, потому что ты идешь, разговариваешь с героиней, у тебя финал программы, позитивный. А идут люди, которые думают, что я их не слышу. И они комментируют и говорят всякие вещи очень неприятные. «О, смотри этот…» И вот держать это настроение, ну потому что героиня-то не виновата, у тебя финал программы. А ты слышишь вот этих вот маргиналов, которые… Еще на камеру надо улыбаться. Да. Но это, кстати, очень крутая тренировка, потому что потом мозг начинает совсем по-другому работать, себе вообще плевать. И это очень хорошая школа. Ну вот я к тому, что… Чем мы отличаемся от Европы? Но там все-таки хотя бы, может быть, об этом подумают, но хотя бы не скажут так громко и вслух. Сейчас мир моды очень тесно сплетен с социальной сетью. Все друг за другом подсматривают, кем-то вдохновляются. Вот кем вдохновляешься ты? За кем следишь? Ну, личности у меня мало, потому что парней, которые действительно модно одеваются и очень стильно, ну там, не знаю, 3-4 человека. В основном это девочки уделяют внимание больше внешнему виду и модниц огромное количество. Но так как я парень, я, конечно же, не подписан и не слежу, потому что это не мое направление. Я больше подписан на дома, на модные, кто меня впечатляет, кто вдохновляет. И, соответственно, подглядывая за этими картинками, я учусь сам и иногда смотрю, как та или иная вещь, которая была на показе и, в общем-то, прошла мимо и может быть незамеченной, как раз таки в съемке может быть и преподнесена очень интересно. Моя лента, за исключением некоторых персонажей, должна быть чистой. Это какие-то персонажи? Не буду их называть, то еду постоянно выкладывает там, но очень красуется, все такое. Но там, с другой стороны, я тоже смеюсь, потому что я должен знать, и надо знать время, в которое ты живешь. Конечно. И знать, что, грубо говоря, кушает большинство, тоже надо быть в курсе. Поэтому пару персонажей у меня есть, таких, которых я быстро пролистываю, но лайкаю. Вот. А так, пролистав утром ленту, видев в ней красивые фотографии девочек, ребят, красивые съемки атмосферные, ты заполняешься этим и, соответственно, начинаешь сам творить. Поэтому то, в чем мы живем, очень важно. Вот мода в России и, допустим, в Европе, она же вообще кардинально отличается. Это тоже на уровне мира ощущения. Европа толерантна. И там высказывания по поводу твоего внешнего вида, это как бы немножко некорректная ситуация. Сейчас, мне кажется, можно вообще за это в суд подать, если вдруг на тебя что-то скажут. А у нас так было принято, что всегда осуждают, всегда смотрят косо-криво. Ведь в Европе, если ты столкнулся глазами, я уже не говорю, что там все очень хорошо. Нет, конечно. Но, в целом, есть какая-то вот такая культура, тебе разрешают быть тобой. Мне мной, тебе тобой. И могут отреагировать на твой внешний вид, если ты странно одета. Типа, ой, как круто! То есть они изначально с позитивом могут обратить, дать тебе понять, что это для него слишком ярко или для нее, но они не будут негативить. Они скажут тебе это как-то так, что тебя это не обидит. У нас, как правило, всегда это немножко в негативном ключе. Типа, о-о-о, что вылетелось? Ну, вот такое. И, соответственно, люди боятся быть другими, поэтому проще берут за базу шаблоны. Ну да, лучше следовать каким-то шаблонам. Да. Европа, она все-таки там неприлично кичится. И вот эта вот последняя история с появлением особой из королевской семьи британской в платье масс-маркет, вот это подтверждение тому, что там, наоборот, больше стараются быть ближе к людям. А у нас очень сильное деление. У нас любой человек, кто разбогатеет, он побежит сразу покупать себе что-то брендированное, лепить его на лицо. Это неплохо, это понятно. Я сам был, господи, молод и думал, как только разбогатею, куплю себе сразу ремешок вот с такой пряжкой, чтобы все поняли, что у меня есть деньги. Ну, это тренд тогда был еще такой. Но просто это можно купить и не кричать об этом. А как ты думаешь, почему в мире моды очень важен социальный подтекст сейчас? Вот, допустим, очень многие модные дома поддерживают ЛГБТС-сообщество, феминисток. Виктория Сикрет, вот, например, вообще отменили свое шоу, потому что не захотели брать модель плюс сайз. Почему это важно? Ну, дело в том, что сегодня уже просто картинка никому не интересна. За ней должно что-то стоять. Соответственно, бренды делают то же самое. Стало очень модно уделять внимание экологии, правам человека. И, соответственно, это очень помогает бренду продаваться. Это и бизнес, и хорошие дела. Когда они совпадают, это, мне кажется, прекрасно. На сегодняшний день у модных домов получается это делать, придумывать истории, что мы выпустили коллекцию из переработанных пластиковых бутылок. Это сразу для человека, для любого, для тебя, для меня. Это как бы такой сигнал, какие молодцы. Они думают о моей жизни. Грета Тунберг где-то радуется. Да, да. Соответственно, без этого сегодня никак. Потому что у любого бренда должна быть философия. Сегодня молодежь не заинтересовать тем, что Крестоваль Баленсиаго, допустим, в каком-то году первый изобрел там какое-то платье. Молодежи – это неинтересно. Они живут сегодня и сейчас, и они больше направлены на простую информацию. А простая информация сегодня – это экология, это природа, это такая быстрая жизнь. И, соответственно, всем домам нужно быстренько перестраиваться. Фаст фэшн, как многие говорят. Да. В общем, да. Все перестраиваются, и это работает. Поэтому и дизайнеры бегают из бренда в бренд, и все быстро. Рокировки происходят какие-то. И, соответственно, клиенту уже это не важно. Клиенту важно получить здесь, сейчас, быстро, и чтобы это соответствовало сегодняшнему времени. Ну, мы тут все-таки неспроста. Я хочу, чтобы ты нам рассказал про тренды. Первое, что я очень хотел, чтобы зрители для себя усвоили, очень многих наши эксперты, мои коллеги, загоняют в рамки сочетания цветов, колористика, цветовая гамма, правила. Их сейчас не существует. Я, допустим, на примере покажу, ну, клетка уже несколько сезонов в моде. Такая, допустим, юбка в клетку и очень зимний цвет. Сейчас абсолютный тренд миксовать между собой летние и зимние цвета. Вот эти ковровые свитера на весну... И принт-то какой! И опять-таки, смотри, мы берем юбку классического такого кроя, да, замша, бежевая. Но в целом замшевая юбка и ковровый свитер, такой привет из 90-х, он немного сделает ваш образ, знаешь, живым. Сейчас почему-то женщины, девушки стали бояться быть такими, знаешь, милыми. А это правда очень красиво. И вот просто собрать волосы, черные очки, яркая помада. Слушай, точно. А есть ли еще, допустим, какую-нибудь яркую сумку, какой-то яркий акцент? Ну, я бы сюда добавил еще один цвет какой-нибудь. Ты знаешь, на самом деле, еще крутая история, иметь такое платье и носить иногда, вот, превращать его в юбку. Ну, то есть, понимаешь, если ты сверху будешь в свитере, то у тебя будет ощущение, что... А вот я, кстати, люблю такое сочетание, какой-нибудь объемной кофты и вот такого летящего платья. Это очень интересно смотреть. И платье у тебя работает и как юбка, и вечером можно выйти с жакетом или с плащом просто как в таком более нарядном. Мода же сейчас вообще очень переемчива. То все говорят о мускулиности, то возвращаются к женственности. Вот к чему движется мода? Ну, мне кажется, просто про удобство. То есть, если мода раньше была очень неудобной, потому что она была и дорогой, и для особенных, и какой-то жизнью на другой планете, то сейчас она вошла в жизнь людей, и любой человек, даже в России, все равно что-то там прислушивается о том, а что же модно. То есть, это стало каким-то таким правилом успеха, и, соответственно, сегодня она должна быть просто удобной. Я бы не сказал, что сегодня нет женственности, она есть. Сегодня есть и брутальность. И все это существует, просто каждый бренд выбирает для себя какое-то направление, А, соответственно, мы также можем выбрать из этих брендов тот подходящий для меня сегодня. Потому что я вчера, я сегодня — это два разных человека. А что самое главное ты говоришь на своих мастер-классах? Я говорю очень часто про свободу. Потому что мне помогло состояться то, что я очень свободный внутренне. Я рискованный. Если бы я слушал общество, а оно было ко мне очень неблагосклонно, и никому не нравилось, что я хожу с белыми волосами. Вот сейчас забыл сережку одеть. А вообще я обычно с сережкой. Дело в том, что если бы я слушал общество и был бы несмелым, то из меня вряд ли бы что получилось. Меня сделало то, что я всегда шел против общества. Мне было все равно, кто что обо мне думает. Я экспериментировал. И я на своих мастер-классах рассказываю об этом же. Что начинать нужно со свободы. К сожалению, в России очень много поломанных судеб и жизней из-за того, что люди не могут признаться себе в чем-то. А начать можно с одежды. Начать носить то, что нравится, а не то, что нравится людям вокруг. Потому что эта жизнь ваша, она одна. И если у вас в голове появилось желание что-то поменять, нужно к этому идти обязательно. Вот к этому я учу, а дальше я рассказываю про тренды. Потому что тогда человеку легче их воспринимать. У тебя очень классный подход. Психология совместно с умом. Абсолютно. Но потому что нарядным быть это не симпатично. Мы и так вся страна, матрешки нарядные и мишки нарядные. Поэтому вот естественность, когда вы в этих брюках и в этом пиджаке модном, чувствуете себя логичным, а не понтуетесь или защищаетесь, чтобы вы сегодня нарядились. Все должно быть логично, тогда и одежда смотрится по-другому. Наша русская косынка, которая тоже боятся. Все хотят быть западными. Такая вот штука, которую... Давай на тебе пример. На себя не могу, потому что я в шляпе. Я буду красивой славянкой. И ты становишься такой очень модной, дерзкой. Ну ты понимаешь, даже если с кожаной курткой. Я сегодня модель еще. Да, пусть мне еще и модель. Держи. Вот смотри. Вот. Ну, слушай, как тебе круто. Ты становишься очень красивой и очень такой роскошной. Чуть-чуть опасной. Знаешь почему? Потому что у тебя прическа, макияж, ты прям слишком... Я бы просто убрал бы неопрятные волосы. Ну, то есть обязательно, да, для того, чтобы сделать образ более спокойным. Хотел бы обратить внимание, что все... Оверсайз. Да, что пальто, если мы выбираем, мы не берем по фигуре. Ты, кстати, в одном из интервью рассказывал, что должен был родиться вообще в другое время и на другой планете. Вот что бы тебе хотелось изменить в этом мире? Ничего... А, что изменить хотелось бы? Ну, мне кажется, я меняю еще до сих пор. Ведь все, кто смотрит мое интервью, потом пишут мне, спасибо, что вы есть. Еще остались настоящие, живые, честные люди. Это, правда, приятно. Вот, мне кажется, моя миссия – показать России в данном случае, что можно в жизни всего добиться. Можно родиться симпатичным, но при этом быть никому не нужным до какого-то момента. А потом просто научиться работать. Благодаря этому стать кем-то, заработать денег. То есть это такая миссия, когда ты показываешь людям, что можно оставаться человеком. Всего можно добиться, если вы хотите. Позавчера познакомился с парнем, ему 17 лет. И он написал мне в директ, что как бы мне хотелось с вами пообщаться. Я спросил, для чего. Он говорит, ну вы бы смогли меня научить чему-то. Наверняка. Вы очень талантливый. Я бы хотел двигаться дальше. И мне кажется, такой человек, как вы, смог бы мне что-то дельное сказать. И я реально согласился с ним встретиться. Это, кстати, вообще большая редкость, когда кто-то из звезд отвечает и потом еще и чему-то учит. А я объясню. Вы знаете, у него на всю жизнь будет ощущение, что в этом мире есть небезразличные люди. Мне кажется, самое важное – добиться всего и не потерять… Себя как человека. Человечность, да. Потому что мне было очень тяжело в детстве. Я очень хотел какой-то симпатичной, приятной жизни, а у меня ничего не было. И мне было тяжело. И я же помню это ощущение. И мне кажется, благодаря этому меня очень многие люди любят по-настоящему. Потому что они чувствуют во мне отражение себя. Потому что мы очень часто чувствуем себя ненужными и одинокими. И чувствуем себя… Знаешь, очень многие наряжаются. Вам спрашивают, да, девушка? Ой, вот как мне стать стильной? Или как мне быть модной? А ты смотришь и думаешь, вот ее можно нарядить, но это особо не спасет ситуацию. Потому что проблема в другом. Прежде чем ты поймешь, кто ты и что ты, ты должен, наверное, не переставать любить себя и жизнь. Потому что можно, я говорю, наряжаться, красиво выглядеть – это прекрасно. Я сам это очень люблю. Но красота, она не только в этом. Давай поухаживай с тобой. Давай. Ты можешь его просто накинуть. Очень удобная вещь. Знаешь, почему? Потому что можно носить и с джинсами, и с юбкой. Джинса номер один – это и весной, и летом. Ну, то есть вот такая вот история… Слушай, мне кажется, эта вещь прям must have на какие-то холодные летние вечера. Спорт у нас не выходит из моды. И до сих пор у нас олимпийки. Яркие такие спортивные вещи, которые можно не бояться носить с чем-то очень элегантным. В общем, ты видишь, что… Все-таки мода идет по кругу. Она идет по кругу, но ты видишь сейчас и 70-е и 90-е. То есть, если внизу клеш, то наверху обязательно должно быть что-то очень громоздкое. Потому что 70-е – это все в облипку, и внизу расклешенно. А сейчас очень громоздкий вверх. Вот. Допустим, как должно быть? Такая должна быть куртка, а внизу должен быть клеш. В общем, главное, чтобы образ был интересным, чтобы были какие-то фишки. И обязательно делать так, чтобы ваш образ не был накрахмаленным. Мне кажется, главное – это не бояться экспериментировать и пробовать вот что-то такое новое. И не думать о том, потому что у всех девочек в голове сидит одно – подчеркнуть фигуру. Это фраза, которая, мне кажется, убивает в любой женщине желание экспериментировать и быть стильной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова